Здравствуйте! Это правовая программа Вести дежурная часть в студии Яков Шуйгин. Бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову предъявлено обвинение в терроризме и незаконном обороте оружия. Об этом сообщает газета Коммерсант. По данным издания, Амиров якобы планировал расправиться с политическим противником, управляющим отделением Пенсионного фонда Республики с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса. Самолет с чиновником якобы должны были сбить, а потом списать все на неких террористов. В этом деле также предположительно замешаны племянника Мирова, бывший зам главы Каспийска Юсуп Джапаров. Напомню, оба были задержаны в июне в результате масштабной спецоперации. Суд отправил под домашний арест директора Департамента экономической безопасности Московской объединенной электросетевой компании Андрея Нестерука. Его задержали при получении нескольких миллионов рублей от столичного бизнесмена. За какие услуги Нестерук требовал большой куш, расскажет Евгения Могилевская. Директор Департамента экономической безопасности Московской объединенной электросетевой компании Андрей Нестерук, которого подозревают в мошенничестве и хищении 5 миллионов рублей, прибыл в Тверской суд в плохом настроении и говорить журналистами наотрез отказался. Но на судебном заседании сообщил о готовности сотрудничать со следствием. Более того, Андрей Нестерук даже не возражал против домашнего ареста, полагая это не самой большой неприятностью. Напомню, что задержали чиновника в одном из столичных ресторанов. По версии следствия, здесь он планировал получить взятку от бизнесмена. Он предложил предпринимателю содействие в регулировании вопроса по истребованию долга в суде в высшей инстанции. За свои услуги этот злоумышленник потребовал 300 тысяч долларов Соединенных Штатов Америки. Во время передачи аванса 5 миллионов рублей Нестерук был задержан. Пока оперативники пересчитывали миллионы, подозреваемый продолжал пить кофе. Суд посчитал, что находясь на свободе, чиновник, имея связи и полномочия, может скрывать доказательства по делу и влиять на ход следствия. В результате он был отправлен под домашний арест. Теперь Нестерук запрещено покидать квартиру, использовать какие-либо средства связи и общаться с кем бы то ни было, за исключением прокурора, адвокатов и следователей. Евгения Могилевская, Дмитрий Степанов, Владимир Вишняков, Вести, дежурная часть. Из заложников вымогатели. В Москве полицейские задержали нескольких человек, которые требовали у своего знакомого внушительную сумму. Один из них обвинил товарища в организации похищения. В этой запутанной истории разбиралась Ирина Гунькова. Для троих посетителей этого кафе «Намкат» тихий вечер закончился, так и не успев начаться. Их покой нарушили бойцы СОБРа. По данным сотрудников Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, трое выходцев из Азербайджана вымогали своего земляка 5 миллионов рублей. В противном случае обещали рассказать полицейским о его криминальном прошлом. Но встретив стражи порядка, мужчины оказались не столь разговорчивы. Здесь что делаете? Здесь сидели там. С кем? С кем сидели? Да. С земляками совсем. А вот этого подозреваемого бойцы СОБРа узнали сразу. В августе прошлого года мужчина сам был заложником бандитов. Увидеть его в качестве подозреваемого сыщики не ожидали. Фамилия, имя, отчество? Алия Файк. Число месяц, год рождения? 25, 12, 79. Здесь что делаешь? На Сибири разговаривали. С кем? В друзьям. Вот так год назад проходила спецоперация по освобождению бизнесмена Файда Алиева. Призвать полицию. Сколько человек защищает? Три, три. Все заключительные. Где основные? Алиев провел в плену в частном доме два месяца. За его свободу похитители требовали 6 миллионов долларов. Полицейским удалось не только спасти коммерсанта, но и задержать четверых подозреваемых. Позже спасен Алиев узнал имя предполагаемого наводчика, который передал его данные бандитам. Тогда бизнесмен решил отомстить. Так потерпевший стал подозреваемым и попался с поличным. Полицейские главного управления ВД России по Центральному федеральному округу получили оперативную информацию о том, что освобожденные в августе прошлого года человек в сговоре с двумя своими земляками вымогают 5 миллионов рублей у своего знакомого, который, по их мнению, является наводчиком похищения. Возбуждено уголовное дело. Сейчас трое подозреваемых арестованы. До суда они пробудут под стражей. Ирина Гунькова, Вести, дежурная часть. В Петербургском метро на платформе станции Автова была обнаружена сумка с тротилом, сообщает интернет-портал LifeNews. Предположительно, взрывчатое вещество весом 700 граммов принадлежало черным копателям, которые, в свою очередь, извлекли тротилы снаряды времен Великой Отечественной войны. Косвенно эту версию подтверждает и то, что в сумке находились и туристические принадлежности. В Новосибирске изберут меру пресечения Владимиру Белову, которого подозревают в убийстве инспектора ДПС. По данным следствия, молодой человек застрелил полицейского, когда он пытался остановить его машину. Подробности у Елены Ерофеевой. В камуфляжной куртке, штанах защитного цвета и резиновых сапогах. Он одет, как охотник, но никогда не охотился. В ночь на воскресенье Владимир Белов стрелял впервые. Правда, наутро никак не мог вспомнить, откуда у него в машине взялось ружье, из которого он убил сотрудника ГИБДД. Напугать хотел? Напугать хотел? Ты что, напугал? Нет. Я раскаиваюсь. Перед сотрудниками очень стыдно. Потому что коллегу их не мог. Перед родителями, его жними. В изоляторе временного содержания он только начал приходить в себя. Следователи ждали несколько часов, когда задержанный Белов протрезвеет и начнет давать показания. Он пояснил, в субботу вечером возвращался с празднования Дня водителя. Когда сотрудники ГИБДД подали знак остановиться, Белов лишь сильнее надавил на педаль газа. В результате он был остановлен сотрудниками ГИБДД. При этом он из своего автомобиля произвел выстрел из охотничьего ружья в сторону сотрудника полиции. Напарник раненого старшего лейтенанта еще не вышел из патрульной машины, когда прогремел выстрел. Все произошло внезапно. Преступник успел скрыться, пока второй полицейский пытался спасти жизнь своему раненому товарищу. Но безуспешно. Артем Харин скончался в больнице, не приходя в сознание. Весь коллектив уважал его, любил. Настоящий друг, настоящий офицер. Владимира Белова задержали дома в селе Красная Сибирь. На его машину указали очевидцы. Он не пытался скрыться. Пришел домой и лег спать. От ружья Белов пытался избавиться. Выбросил его по дороге. Но сотрудники полиции нашли и оружие, из которого стреляли в их коллегу, и гильзу под водительским сидением в машине стрелка. Я ничего не знаю. Ничего вообще не знаю. Приехал ОМОН и все. Забрали и все. Задержанному Белову 25. У него жена и 4-летний сын. Погибшему сотруднику полиции Артему Харину было 24. Он не успел жениться. Все откладывал на потом. Мечтал сначала закончить институт и сделать карьеру. Елена Ерофеева, Михаил Шмелев, Дмитрий Камский. Вести. Дежурная часть. С нападения на журналистов началось заседание суда в Перми. На съемочную группу набросился один из обвиняемых. За расследованием уголовного дела против мужчин, которые цинично избили лицеиста на глазах у охраны учебного заведения, следили многие. И вот новый скандальный поворот в этой истории. Продолжит тему Дамир Гайфулин. Решать проблемы при помощи кулаков для этого жителя Перми, похоже, дело привычное. По данным следователей, минувшей весной 25-летний Артему Каэлян жестоко избил ученика одного из лицеев города. Помогал ему в этом его 40-летний дядя, бизнесмен Микаэл Микаэлян. В зале суда он также вел себя агрессивно, передразнил у журналистов и вообще чувствовал себя героем дня. Надеюсь, я вас тоже напрямую с фотографией? Я прямо в лице, где возле туалета, прямо там. За выступом. Пускай, паскудрич, что я решение принимаю в Российске все заходы. Как следует из материалов уголовного дела, избиение происходило во дворе лицея, где школьники после уроков играли в снежке. Шестиклассник Костя Ястребчиков случайно попал снежком в сына Микаэляна. На подмогу пострадавшему быстро подоспели двое взрослых мужчин. На кадрах, зафиксированных камерой видеонаблюдения, хорошо видно, как Арто и Микаэл Микаэлян выходят из дорогого внедорожника. По данным следователя, они несколько минут били ребенка руками и ногами. Несли несколько ударов, потом схватили, потащили, пока тащили тоже били, дотащили до машины, ударили об бордюр или об трубу, и потом он как-то вырвался и убежал в школу. Одноклассники Кости, ставшие невольными свидетелями происходящего, попытались позвать на помощь охранников школы, но те решили не вмешиваться. Я побежал к охраннику сразу. Он вышел, но он ничего не сделал. Он ответил, это не моя территория. То есть, его когда уже утащили, он сказал, что ничего делать не будет. С множественными ушибами и сотрясением мозга мальчика доставили в больницу, где он провел несколько недель. Во время расследования выяснилось, что члены семьи Микаэлян хорошо известны в том самом лицее, где учился Костя. По словам местных жителей, они не раз оскорбляли учителей. Якобы даже заставляли исправлять оценки, полученные их детьми. В суде обвиняемые всячески пытались снять с себя вину. Говорили, что Костю и так постоянно избивают, а затем рассказывали, что к их отпрыскам учителя относятся предвзято. Однако заявления, сделанные подсудимыми, не подтвердились. Вообще, как бы в целом, вот призыв к нам, взрослым. Мы хотим видеть новое поколение воспитанных детей, а при этом показываем все свои, так скажем, достоинства. Тем временем, по факту нападения на журналистов в зале суда, руководство Пермской службы судебных приставов начало служебную проверку. Сотрудники, которые не остановили хулиганов, набросившихся на представителей СМИ, уже уволены. Если бы они выполнили возложенные на них обязанности в соответствии с действующим законодательством, ситуации не было бы по определению. Их основная задача предупреждать, а потом уже пресекать. Это не те люди, которые могут носить погоны. Более того, подсудимые даже выразили готовность заключить мировое соглашение. Однако против такого финала выступила сторона обвинения. Какому решению придет суд, станет известно уже совсем скоро. Дамир Гайфульн, Данил Гусельников и Андрей Триллер. Вести. Дежурная часть. Эстония дала добро на экстрадицию в Россию экс-депутата Омского горсовета Александра Дмитриева. Его подозревают в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. По данным следствия, Дмитриев оформил на подставных лиц кредиты общей суммой 400 миллионов рублей. Потом скрылся и был задержан в Прибалтике. В июне министр юстиции Эстонии принял решение об экстрадиции Дмитриева. Но суд его отменил. И вот такое же решение принято во второй раз. В Омске экс-депутата с нетерпением ждут следователи. Дмитриеву было предъявлено еще в 2011 году обвинение в совершении ряда преступлений экономической направленности. Именно 86 эпизодов ждем, когда Дмитриев будет доставлен на территорию Российской Федерации в город Омск. После чего с ним возобновится производство следственных процессуальных действий. И соответственно будет даваться оценка всем его деяниям. 400 миллионов рублей, которые Дмитриеву дали доверчивые жители Омска, должны были пойти на строительство жилого дома. А вместо этого, считают следователи, осели в карманах экс-депутата. В эту субботу в 11.55 на нашем канале Премьера новое расследование Эдуарда Петрова «Доверенность на тот свет». Шесть лет в Нижнем Новгороде действовала банда черных риэлторов. Преступники подселялись к одиноким людям, накачивали их психотропными препаратами и вынуждали переписывать квартиры. Аферисты отнимали у своих жертв квадратные метры, а затем и жизнь. Долгие годы гибель горожан ни у кого не вызывала подозрений, пока один из членов банды не сдался полиции. Почему так долго не могли поймать преступников? Сколько владельцев квартир подписали доверенность на тот свет? Смотрите «Честный детектив» Эдуарда Петрова в ближайшую субботу в 11.55. Начальник Главного управления МВД России по Москве Анатолий Якунин посетил ярмарку выходного дня на востоке столицы. Он пообщался и с продавцами, и с местными жителями. Говорили о состоянии рынка, а также о качестве продуктов и ценах. Напомним, что недавно в Восточном округе были возбуждены 4 уголовных дела в отношении администраторов подобных ярмарок. Результат налицо. Среди продавцов только россияне, а вся продукция качественная и свежая. В целом, впечатление положительное. Очень хорошо, что к нам идут крестьяне, центральной России, не только центральной России, из других субъектов Российской Федерации, из других федеральных округов, со своей продукцией. Вот это главная задача, чтобы на рынках была продукция нашего крестьянина. Подобные проверки будут проводиться и в других округах столицы. Анатолий Якунин уже поручил начальникам окружных управлений посещать раз в неделю ярмарки и рынки. И на этом наш выпуск завершен. В студии был Яков Шуйгин. До встречи.